Добрый день, с вами канал Простые Решения, и сегодня мы с вами разберем перевод из десятичной системы счисления в двоичную. Первый способ универсальный. Переведем число 19 из десятичной системы счисления в двоичную. Для этого поделим число 19 на 2 столбиком. Почему делим на 2? Потому что 2 это основание системы счисления, в которое я хочу перевести данное число. Возьмем по 9. 9 на 2 получается 18. 19 минус 18 получается 1. Обратите внимание на то, что при правильном делении на 2 в остатке может быть только 0 и 1. Теперь давайте посмотрим на результат деления. Это 9. И эту девятку мы теперь тоже делим на 2. Берем по 4. 4 на 2 это 8. 9 минус 8 это 1. Теперь 4 делим на 2. Берем по 2 раза. 2 на 2 это 4. 4 минус 4 получается 0. Теперь двойку делим на 2. Берем 1 раз. 1 на 2 это будет 2. 2 минус 2 получается 0. Теперь 1 делим на 2. Теперь 1 делим на 2. Мы уже не можем взять ни одного раза, поэтому пишем 0. 1 минус 0 получается 1. Мы делим число до тех пор, пока результатом деления у нас не станет 0, который не будет являться частью образованного нами числа. Теперь нам нужно записать остатки, которые у нас получились, в обратном порядке. И число 19 у нас будет как 1, 0, 0, 1, 1 в двоичной системе числения. Второй способ перевода числа из десятичной системы числения в двоичную – это метод подбора. Для этого способа нам нужно знать степени двойки и написать их с правой стороны на левую по возрастанию. Итак, допустим, нам нужно перевести число 77. Нам нужно подобрать из этих степеней двойки такие, чтобы в сумме они давали 77. Казалось бы, очень много вариантов. Но нам нужно действовать по определенному алгоритму. Первое, что нам нужно сделать, это найти наибольшую степень двойки, которая меньше или равна заданному числу. Число 77 находится между числом 128 и 64. Значит, самая наибольшая степень – это 64. Берем это число в образовании числа 77. И ставим под этим числом единицу. Так как оно у нас участвует в образовании числа 77. Теперь давайте посмотрим на число 32. Если я к 64 прибавлю 32, то у меня получится больше, чем число 77. Поэтому это число я не беру и отмечаю его ноликом. Давайте добавим число 16 к 64. Получим 80. Это тоже больше, чем число 77. Поэтому 16 мы также не берем в образовании нашего числа. Если мы добавим восьмерку 64, то мы получим 72. И это меньше, чем 77. Значит, мы берем это число и ставим под него единицу, так как оно у нас будет участвовать в образовании числа. Итак, у нас уже общая сумма 72. Если я к 72 прибавлю 4, у меня получится 76. И это все еще меньше, чем 77. Значит, четверку я также беру в образовании числа. И у нас уже общая сумма получается 76. Если мы к 76 добавим число 2, то у нас получится 78. И это будет больше, чем 77. Поэтому двойку мы не берем в образовании числа и ставим под нее 0. И добавляем единицу. Как раз у нас получается число 77. Единица у нас участвует в образовании нашего числа. Таким образом, мы поставили единицы над теми числами, которые у нас участвуют в образовании нашего числа. И не брали мы те, которые при добавлении нам давали число больше, чем 77. Это и будет нашим ответом в двоичной системе счисления. А если это видео вам помогло, ставь лайк и подписывайся на канал. Простые решения.